Доходы и расходы бюджета Хабаровского края выросли. В правительстве региона подвели итоги исполнения главного финансового документа края в первом полугодии. С подробностями наши корреспонденты. Как говорят специалисты, экономическая система России сейчас находится в условиях турбулентности. Это вызвано западными санкциями. Несмотря на это, в Хабаровском крае экономическая ситуация оценивается как стабильная. Такие выводы эксперты делают в том числе и на основе бюджетных показателей. Расходы краевой казны с января по июль этого года составили 96 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Большая часть средств тратится на социальную сферу и ЖКХ. За это же время в бюджет поступило 78 миллиардов рублей. Рост по отношению к прошлому году 19%. За 7 месяцев текущего года сложилась положительная тенденция поступления по всем основным доходам. Налог на добычу полезных ископаемых 55%, акцизы 39%, малый бизнес под специальным налоговым режимом вырос на 24%. В тройке лидеров по уплате налогов краевой бюджет – горнодобывающий комплекс, рыбное хозяйство, топливный сектор. По словам губернатора Михаила Дегтярева, поддержать экономику сейчас можно несколькими способами. Первое – привлекать новых инвесторов в регион. И второе – следить, чтобы все вовремя платили налоги. Это касается и физических лиц и предпринимателей. Причем речь идет как о малом, так и о крупном бизнесе. Если вы каждый на своем участке в теме, знаете, кто чем дышит, какие сложности, какие успехи, значит все понятно. Значит налоги будут поступать в бюджет. Один из способов повысить собираемость – единый налоговый платеж. То есть предприятие отдает в бюджет общую сумму, а уже внутри казначейства идет распределение между регионом и федерацией, пенсионным фондом и фондом ОМС, а также другими ведомствами. Пока эту систему у себя внедрила только одна компания – РЖД. Но уже с 1 января следующего года на нее перейдут все налоговые резиденты. Антон Петрович, телеканал «Губерния».